Всем привет! С вами Слава Игрушкин. И сегодня я хочу поделиться своей радостью. Я получил сет, который я выиграл в лотерее. Я в первый раз, по-моему, выиграл в лотерее. Вот так, чтобы просто случайным образом. Но, как говорится, случайности не случайны. И именно об этом мне хочется сегодня поговорить. Обзор сета будет чуть позже. Можете пролистать. А начать мне хочется именно с приза. Думаю, каждый из вас хоть раз, я думаю, не раз. Участвовал в различных лотереях, розыгрышах, конкурсах. И всем понятны те ощущения, когда ты проигрываешь. И не так часто ты выигрываешь. Вот это был случай, когда я однажды зашел в контакт утром. И там высветилось в ответах у меня число 62, мое имя. Я такой, опа, опа, что такое? И оказалось, что я выиграл вот в этой лотерее этот сет. По одному из множества репостов я нашел группу с лотереей. Конечно, мне захотелось поучаствовать. Группа мне сама по себе понравилась. Там были интересные фотографии, куклы. В общем, я там, конечно, остался. И слежу за новостями. Вот я поставил порядковый номер. И на самом деле забыл про эту лотерею. В плане... Я не помнил, когда будут итоги. Я не волновался. Там победишь ты, не победишь. Что там, что, а, как, а, чего, а, кого. Это для меня была не первая лотерея, в которой я участвовал. Поэтому как-то спокойно отрепостил, хотя этого не требовалось. Подписался. И, в общем-то, оставил. Я, конечно, заглядывал в группу. Я следил за обновлениями. И сейчас слежу. Конечно, мне хотелось их выиграть, потому что это были именно те две куклы, которые я хотел из этого сета. Если бы я его покупал сам, ведь здесь нет вайперин, я бы ее тоже не оставил. Но... Мне повезло. Интересно, что в подслужке в этот же день по каким-то странным обстоятельствам появился пост про то, какой Слава Игрушкин зазвездившийся мальчик, и что видео у него говно. Дерьмовое качество было сказано дословно. И все такие сразу «А-а-а, да-да-да, завидуешь?» Но... Что мне хочется насчет этой ситуации сказать? Наверное, все-таки обычно издалека по видео, когда ты не знаешь человека, тебе кажется, что все у него всегда легко и получается, и хорошо, и живет он в ус, не дует. Но с моей стороны это выглядело совсем иначе. В то время мне приходилось испытывать определенные трудности, и сейчас, в принципе, это так. То есть, ну, как всегда, что-то может быть у взрослого человека. А нехватка денег, непонимания окружающих насчет этих всех коллекционирований, нехватка времени на обзоры. Понимаете, очень много сил у тебя все это вытягивает, и в итоге ты понимаешь, что куклы тебе приносят не радость, а одни разочарования, огорчения, что ты не можешь купить новых кукол, что ты не можешь продать старых, и не можешь уделить им времени. В общем, начинаются такие трудные времена, когда ты задумываешься вообще, что тебе нужно, и как жить. И вот, в какой-то момент я подумал, ведь раньше было так много вещей, именно, когда я начал увлекаться куклами, именно, каких-то волшебных, каких-то мистических, порой, и чудесных. То есть, мир кукол, это такой мир, немного детства, где все возможно, но при этом не в мечтах, а в реальности. Когда-то я что-то находил, мне что-то везло, где-то попадалось. В общем, много было интересного, куклы очень мне помогают всегда в трудный момент, именно поэтому я и не увлекся, это был тоже начало, был трудный момент, это был диплом в институте. И, в общем-то, я думаю, что это у нас с куклами взаимно, и когда у меня нет возможности, например, купить новых кукол, они сами находят себе дорогу в мой дом, появляются совершенно разными способами, по разным причинам, и не стоит думать как раз именно о том, каждый раз, как тебе попадет и та или иная кукла, где взять денег, мне нужно загружать себя проблемами, нужно просто мечтать, мне кажется, может у вас, конечно, свое мнение, но, в общем, я хочу сказать, что всегда есть в куклах место чуду, всегда куклы могут прийти к вам неожиданно, и всему есть свои причины. И вот я сидел такой 29-го числа, 30-го были итоги, я 29-го сидел, такой весь приуныл, все, депрессия, и вот вспоминая это начало своего коллекционирования, я написал в группе простой пост из одного предложения, которое звучало как «Хочу туда, где чудеса». И вот, понимаете, этого достаточно, не нужно думать, как и что произойдет, многим, наверное, было непонятно, куда я хочу, а я хотел туда, где я есть, принести чудеса, и вот они случились, и на самом деле, и в самом деле, если кого-то бомбит в послушке, я не думаю, что этот человек своими мыслями притягивает себе что-то хорошее, а если вы любите кукол, то и куклы придут к вам, это, в общем, именно то, что я хотел сказать, что не нужно думать, что другим людям везет, просто так, просто потому, что я много сил и времени отдаю куклам, и это возвращается, а вместе с куклами шла вот такая чудесная открытка, на первый взгляд, она вам может показаться немного странной или даже страшной, на самом деле, это фотография госпиталя антикварных кукол в Франции, и напечатана эта открытка во Франции, здесь указан автор фотографии 2007 год, открытка подписана Славе Игрушкину 30 сентября 2015 года, и по скрипту мы любим ваши обзоры, это от администрации группы, когда я прочитал вот эту фразу, сюда, да, да, Славе, классно, мы любим ваши обзоры, такой, ааа, какая дрелесть, как мило, как приятно было это получить, очень интересная открытка, я ее, конечно, сохраню, не потеряю, и, конечно же, самое главное, это сет, вот эту вот картонку, ой, господи, по привычке, блистер, как говорят сейчас, было очень трудно открепить, он так по периметру пределом, жестко, сильно, пришлось его отрезать, в свое время, перестал хотеть этих кукол, двух из сета, по той причине, что этих кукол нельзя было найти в рознице, нигде, этот сет, вообще, очень для меня, лично, непонятный, он не имеет никаких предпосылок из мультфильма, из никакой серии, он не относится к эпизодам, он не имеет при этом даже какого-то буклета, блокнота, книжечки, вот знаете, как страшные сказки, например, они тоже не имели серии, но они описывались в дополнительном буклете, здесь же это все как-то с бухты барахты вдруг появилось, нигде не появилось, он, конечно, местами продавался в группах ВКонтакте, там, или еще где-то, но, с чего я начал, отказался я от его покупки, потому что слишком часто была кривая Кэти и ничего мне не попадалось хорошего, а заказывать слепую в такой ситуации вообще было самоубийством, Кэти здесь тоже кривая, Элизабет вполне себе хорошенькая, а Кэти меня на самом деле не удивила, я совершенно спокойно к этому отнесся, вообще на халяву говорят и уксус сладкий, и в принципе у меня есть базовая Кэти, поэтому меня пока все устраивает, я так понимаю к сету в принципе не идут никакие подставки, это бюджетки, чем же мне эти куклы показались интересны с самого начала, что я так захотел этот сет, ну прежде всего прически, я конечно люблю больше всего Кэти Нуар с прической базовой, она у меня есть, и это самые офигенные волосы среди моих кукол всех, наверное вообще всех, потому что они нереально длинные, я обожаю длинные волосы, досюда с платьем сливаются, в итоге знаете, все превращается в единую композицию, нереально длинные волосы, мне очень не понравился выпуск с кармистровой, с челкой у Кэти, здесь же у нас классическая довольно-таки прическа, с пробором, с средней длиной волос, немного волнистой, челка собрана резиночкой у затылка, на удивление здесь добавлена черная контрастная прядь, остальные волосы одного цвета, розового, при том, что у базовой есть более светлые, более темные розовые пряди, а у этой Кэти не так, ее, именно чисто челка, чисто вот эта часть пробора была подвязана, они вот все волосы, и сейчас мы это все перераспределим, так как мне хочется, как мне кажется, будет лучше, но вот смотрите, опять же, да, дальше у нее пробор не идет, немного странно, действительно, пробор идет только до конца, где заканчивается ее челочка, потому что такая уж эта прическа, ну да, немного странно, если вот эти пряди не оставить назад, в принципе, уложить это все можно в плане того, чтобы она ходила без всяких разных зачесов, без собирания челки в узелок, ощущение, что волосы розовые, волнистые, а черные пряди, они вместе с челкой немножко короче, чем основные волосы, и они будто бы прямые, знаете, это удивительно, выглядит странно, они, конечно, сейчас примятые, но они не выглядят волнистыми, как они себя будут вести, я не знаю, если уж совсем приспичить, я, конечно, могу перепрошить, у меня уже утром был вариант такой интересный, с фиолетовым цветом спектра ее прошить, мне эта идея нравится, ну, действительно, очень странно смотреть, как вот эти волосы вот так вот идут, а эти вот челка прямо падает, и все, надо, конечно, это все помочить, посмотреть, но довольно странно, я думаю, вообще, все эти серия привязана не только к стилю Лондона, но и к стилю 60-х, Кэти Нуар тут классическая, черная, без всяких там закидонов, у нее нет сережек, у нее такая же, как здесь, по-моему, на ухе, треугольник вырезан, нет сережек, ушки розовые, макияж, ну, вот я повторюсь, можно заметить, что он смотрит в разные стороны совершенно, сам по себе макияж интересный, то есть, нижние розовые тени, которые наносятся поверх таких, не знаю, видимо, высветляют для того, чтобы видны были тени, потом наносят краску уже нужного цвета, сверху у нее фиолетовые тени, выше серебряные, серебряные для нее это классические довольно тени, потому что иначе ничего не видно будет, розовые брови, как бы губы ярче, носик тоже розовый, в принципе, отличий кардинальных нет, вот если в целом образ воспринимать, не могу сравниться с кармистеровой, вы понимаете, что она мне не нравится, ну, здесь просто серебристые тени с фиолетовой полоской, розовые брови с блестками, здесь же цвета классно подобраны, на самом деле, вся вообще гамма у них, ну, вот у всех двух, которые у меня, это фиолетовый, розовый, черный, это очень интересно выдержан цвет, вот удивительно, на самом деле, до сих пор осознание не пришло, что куклы мне достались на халяву, Кэти Нуар вообще очень странная кошка, она для меня лично тоже такой неформальный персонаж, и она не подчиняется обычным законам кукол, потому что вот эта Кэти Нуар тоже попала мне очень необычным способом, старожилы моей группы могут помнить, как она ко мне попала, как я ее нашел в магазине, у нее была полностью раскрыта по периметру коробка, кукла была откреплена, лохматая, мне пришлось выравнивать волосы ее прекрасные, она без микрофона была, с дефектом локтя, ее рукой вот так согнули, и вид был удручающий, мне пришлось ее спасать из этого магазина несчастного, но это отдельная история, как я общался с администрацией, что я делал потом, но именно хочется сказать, что это Кэти с историей, со своей, это тоже своеобразную историю уже имеет у меня, пришли они ко мне сами, то есть я бы наверное не купил никогда Кэти Нуар, опять же базовую, волосы на самом деле ночью очень мягкие, мне казалось они намного жестче, как-то капускары, например, I love fashion, но они хорошие, так, вот я тут нащупал пробор, ура, нащупал пробор, но он как-то не по всей длине, вот здесь у ушей он кончается, сейчас я разберусь, в чем дело, думаю мне придется разделять пробор, потому что он все-таки быть должен, вот смотрите, на черной части пробор заканчивается, у ушей идет пробел, а дальше снова по голове идет пробор, думаю, вот это все можно превратить в нормальный проборчик, разделить, я тут понимаю, тут вообще то, чтобы пряди межуются, можно просто один пучок разделить на две части, это будет выглядеть как пробор, забавно, конечно, теперь я могу расчесать вот так немножко больше, как я обычно расчесываю базовую кладин, тут надо, конечно, постараться, но оказывается пробор идет дальше, чего сразу было незаметно, я сам смотрю на куклу, вам не даю, пожалуйста, у куклы такой интересный браслет, он как бы из таких пирамидальных шипов, но вы, наверное, не увидите, поверите мне на слово, у нее вот так чуть-чуть, что-то как-то рука к телу не жмется, это нормально, это мы потом посмотрим, а что интересно, у нее у базовой была одна рука для микрофона вот такой формы, и она и сопровождает ее и в дальнейших коллекциях почему-то, ну, скорее, если были притязки, там совсем другие руки, но пока к эти вот с нормальной рукой не произвели, в буйорке у нее точно такая же согнутая рука, очень удивительно, что она до сих пор держит микрофон, не знаю, может ее паралич схватил, когда она микрофон держала, и она не может ее разогнуть больше, но, в общем, не в этом суть, дальше из-за Outfit Outfit, на самом деле, очень простой, не праздничный, а именно такой, знаете, повседневный, они действительно приехали в Лондон, монстрячий, и просто прошлись по городу, здесь такой простой пояс с цифрой 13, ее любимый, счастливым числом, с тиснением разбитого стекла, обувь очень был всем неприятный момент, но кому-то было пошло пофиг, потому что это копия обуви Скары I Love Fashion, опять же, Скара любит моду 60-х, и здесь решили просто приделать то же самое, чтобы соблюсти этот стиль. У Скары I Love Fashion, видите, прорисована молния, у Кэти нет, но прикол в том, что на подошве у I Love Fashion Скары только вот эта часть серебряная и каблук, этот подъем, он белый почему-то, здесь же вся подошва прокрашена серебряным, не имеют обетеснения черепка Monster High. Самое главное, что хотелось здесь всем сказать, конечно, это то, что могли бы хотя бы поиграть с цветом. Ладно, пусть обувь повторяется, но можно было сделать ее фиолетовой, розовой, красивой, какой-то, я не знаю, необычной, но ее полностью скопировали. В принципе, ей, конечно, идет, но это уже другой совсем вопрос. Ну, и платье, конечно, нельзя оставить без внимания. В принципе, я вообще не люблю вот эту моду у монстров делать эти платья, футляры, вот эту тряпочку обшивать и делать вид, что это платье, мне это ужасно все неприятно, но в данном случае все смотрится просто офигенно. Это платье шикарное, оно красивое, оно гармоничное. Это британский флаг, как вы понимаете, с измененным цветом, с тиснением, опять же, разбитого зеркала, цифрой 13 посередине. Мне это платье ужасно нравится, несмотря ни на что. А к этим, в принципе, все, ну, хвост как хвост, он был сразу прикреплен, пояс на защелке. Наверное, больше ничего я о ней не расскажу, кроме того, с чем она приехала. Это вот такой вот чемодан, тут тиснение паутины и кармашка внутреннего. Очень большой, емкий. Не очень люблю тему рыбьих костей в монстрокошках, вверхошках. Вот. Ну, если к этим у меня кривовато, и я думаю, в будущем, наверное, я бы предпочел сделать коак на ней. Может быть, сам, может быть, даже я бы заказал его где-то. А вот Элизабет здесь мне попалась вполне себе ровная, красивая. Я очень долго засматривался на базовую Элизабет, которая страх-камер-мотор. Мне очень нравится ее макияж, у нее красивое лицо, опять же. Но от покупки меня остановило просто наличие, опять же, этой ужасной челки у нее, которая распадается на две части, которая сделана из пробора. Выглядит это ужасно. Ее, конечно, можно было допрошить похожими волосами, но как-то мне просто не сложилось. И это моя первая Элизабет. То есть, это моя вторая Кэти, первая Элизабет. Мне нравится ее образ в целом. Мне, конечно, и базовый очень нравится. А вот уфилит ее. Ну, все кроме челки, в общем-то. Начнем опять же с волос. Ее украшает красивый бантик. Ее прическа опять же в стиле каких-то 60-х. Вот этот подъем на чес сделан за счет поролончика. Тут какие-то пряди-то лощат у меня непонятные. И мне очень понравилась именно эта кукла, этот выпуск. Ее прическа. Я подумал, как классно наконец-то Элизабет будет у меня без челки. Я, как видите, безжалостно распускаю эту конструкцию. Я не собираюсь хранить кукол с хвостом. Однажды, если бы я даже хотел, я бы все равно распустил. Сейчас мы увидим всю эту конструкцию. Обычно этого не показывают. Вот такой вдвое сложенный кусок поролона, который приспилен двумя креплениями к голове. Так, скорее порвется поролончим я вытащу эти крепления. Ну ладно, пусть пока посидят. Потом я плоскогубцами их вытащу. Всегда их вытаскиваю без... О, вытащилось. А что плоскогубцы? Вот. Вытягиваю и в голове ничего не остается, поэтому я никогда не обрезаю. А ободочек очень красивый, привязан резинкой, он с бантиком, краешки, ленточки бантика имитирует крылья летущей мыши. Ну, в общем, стандартным для вампиров. Челка ее для того, чтобы форму держать, собрана в узелок здесь, опять же, резиночкой за ушком, как и у Кэти. Они такие, ну, реально в стиле таком ретро, больше. А вайперин вообще в стиле хиппи. Но, во-первых, хочется сказать, отметить, что пробор у нее очень хороший, такой ровный, такой густой, частый пробор, прямой такой, очень в смысле линии боковой. Сейчас мы узнаем, как она выглядит с расчесанными волосами. Она сливаться начинает со своим костюмом. Вот, видите, опять же, только челочка была в бок, основная масса волос убрана была в хвост. Это все нужно кипяточить, чтобы она лежала нормально. Кипяточить кукол нужно осторожно. Конечно, кипяток это наше все, однако, он может вашу куклу уничтожить. Да, да, да. Ну, насчет прошивки я скажу, что она очень густая. Сейчас мы разберем кусок. Не знаю, как вам, для меня эта прошивка густая, мне она нравится. Любуйтесь. Волосы мягкие, красивые, конечно, их нужно уложить снова, но без хвоста все это выглядит очень классно и гармонично. у нее опять же волнистые волосы, довольно мягкие. Макияж у той был у первой такой весь фиолетовый, здесь добавлено много розового, такие малиновые губы. На подвижном веке, как говорится, тени розовые, выше фиолетовые. Очень такой нежный взгляд, женственный, красивый. Ничего не скажу, не придерусь. Один глазик, правда, вот так чуть-чуть уехал к носу, но это мелочи. А то, что меня немножечко огорчает, это ее обычные руки. Мне очень нравились жестовые руки у базовой версии. Считается, что это жестовые руки Фрэнки. И вот, мне бы хотелось, конечно, чтобы в этом выпуске они тоже были такие, возможно, мне придется их искать отдельно. Платье здесь снова нам говорит об 60-х и об Англии. Это шотландская клетка, но опять же со своими причудами, потому что розовые линии имеют подтеки, как будто бы это кровь. На самом деле широкие полосы тоже имеют некоторые подтеки и местами мелькают вот такие вот сердечки с крылышками летучей мыши. Их много можно найти, но они так сразу незаметны. То есть, конечно, монстрячий образ присутствует. Четыре таких красных хромированных заклепки здесь. Они просто приклеены, я думаю, они вообще термически клеятся. Ну, запах здесь на платье, конечно, только имитируется, потому что липучка на спине. Поясок пришит сбоку, что ли. В общем, здесь вот он пришит. Бери руку. Опоясывает ее всю. Здесь он пришпилен такой штучкой маленькой. Я даже, наверное, не буду ее развязывать. Ну, платье немного отличается. Она тоже без рукавов, но это не футляр. Здесь есть к низу расхождение, расширение. Обувь ее тоже мне показалась интересной, потому что это резиновые ботинки, и мне очень нравится на самом деле мода на резиновую обувь, на разноцветную различную, на красивую. Не считаю, что это лишнее. и тоже хотел бы сравнить ее с другой резиновой обувью. Это такие же точно сапоги, но это то ли копия, то ли прототип. Я заказывал это в одной группе, а в группе это заказывали с Таобао, что ли, или где-то еще. Ну, подобные вещи часто встречаются. То есть, такие же, но красные. Ну, они со своими дефектами. Тут на большом пальце какие-то трещинки, что неудивительно, но на самом деле очень забавно. Сейчас я вам покажу. Вот, красный обувь, красный пояс, красный ворот, на самом деле еще и красный ободок. В принципе, выглядит гармонично. Это меня повеселило, потому что покупал я эти ботинки давно, задолго до вообще появления этой куклы у меня, или даже мысли о том, что она появится. Ободок сам не держится, нужно крепить с резиночкой. Ну, тут ясно не покрашен черепок. И из того, что я еще не показал, это ее сумочка. Сумочка Элизабет, королева вампиров. Вот такая чудесная сумка. Здесь опять же ручка в виде сердца с крыльями. Тиснение паутины, кармашка, точно так же, как в чемодане. Кэти. И защелка черепок, тоже, как у Кэти. Здесь две защелки, здесь одна. Это черепок Монстр Хай. А здесь еще такая вот паутинка. Что интересно, в одном видео от магазина, одного я увидел, что Элизабет они поставили, когда заказывали отдельно с чемоданом Кэти. Думаю, понятна логика вот этих вот черепков, которые объемные, на самом деле, там и покрашены. А Кэти стояла с сумкой Элизабет. Тоже понятна логика. То есть, эти моменты, они перекликаются в одной это, у другой это. Здесь наоборот. В ботинках и сумке мотивы монстрячие и лондонские. А еще мне интересно показалась вот эта ткань. Она такая плащевка на ощупь, но внутри у нее такой флизелин, по-моему. Вот эта белая часть, это такая подкладка. Интересная вообще вещь. В целом, конечно, образ прикольный. Резиновая обувь ей очень поможет, потому что все-таки это Лондон. Сейчас я ободок попытаюсь прикрепить с помощью резинки под волосы. Спереди и сзади вот так вот обмотаем. Обматывайся. А, давай. И цепляем. Что ж ты? Делаешь так. На самом деле, конечно, это сложно, но возможно. Просто нужно резинкой обмотать. На самом деле, она белоснежка мне здесь напоминает. Бледная кожа, темные волосы и бантик красный сверху. Ну, у нее тут почему-то вот на шее, например, краска еще фиолетовая. Сережек у нее нету. К слову, у нее две дырки под сережки почему-то сделаны в обоих ушах. Это какой-то не дефект, это симметрично. Сережки здесь вообще такого вайперин, потому что раньше у нее не было сережек. В целом, конечно, очень красивая кукла Элизабет и очень красивая кукла Кэти, если бы она не была кривой. Хотя в видео я уже довольно много насмотрелся и ровных кэти. Мне все так страшно и повально. Но думаю, здесь я попытаюсь все-таки сделать ОАК или сам опять же или передам кому-то еще. Но у меня пока нет идей, поэтому промолчим. Вообще, цветовая гамма ее черный и розовый очень мне симпатизирует. Ну вот думаю, на этом в принципе-то можно сказать все. Еще раз спасибо группе Констракшн за эту лотерею, за такую возможность, за то, что порадовали меня тогда, когда мне это было нужно. И у меня появились две такие красоты. Я на самом деле думал, что видео получится более таким уютным, интересным, поучительным, но как-то у меня все не задается, поэтому снял как мог. Уж не судите строго. И на этом пока-пока. А вот и не пока, потому что я добрался до кипятка, уже успел поработать с волосами и хочу показать, что из этого у меня получилось. Так выглядит Кэти. У нее чуть может выпрямились волосы, хотя я сильно кипятком не лил, прям, чтобы там капитально. Основной упор я делал на создание пробора. На самом деле ее пробор идет отсюда и вот аж вот до суда. Вот здесь у нее окончается. На самом деле это очень длинный пробор оказался. Волос у нее в сумме не очень много, я бы даже сказал, довольно-таки мало, но в принципе это не портит ее, у нее это на виде не сказывается. Что я хотел отметить особенно, это то, что пробор по всей длине мне просто брал толстый пучок и вот так разделил на две части, разбирал на две стороны и он весь так сделан. Это не тот случай, когда у нас пряди нижуются между собой, чередуются, то есть у Элизабет она прошита лево-вправо-лево-вправо прядь, а у Кэти прошита просто толстыми пучками пряди и разобраны на две стороны. И это довольно странно, это не типично для Монстер Хай, но так оно и есть, из-за этого кажутся немного редкими. Видно проплешинки такие, потому что пряди вот так они перешиваются обычно, а здесь вот так получается. Поэтому дырочки немного не закрыты. Также у Элизабет оказались не такие ушивющиеся волосы, а я их выпрямил, но на самом деле тоже не сильно, и вместо хвоста теперь у нее прямые волосы, мне это очень нравится. Я могу снять бантик, его трудно надевать, но я сниму и покажу вам, что будет, если недолго поработать с кипятком над Элизабет в этой серии. Оказывается, совершенно непривычный нам образ. Челочка все равно так немножко распадается на то, как она была раньше сделана. Видно все заломы от хвостика, от всего этих резиночек, но вот так Элизабет выглядит без всего. Опять же, повторюсь, как я надеваю ей ободок. Вот. За волосы завожу резинку, беру ободок и вот ободок просто наматывается с резинкой, где-то она обратно уходит, мы ее возвращаем, наматываем, чтобы она держалась и сажаем. Вот он сел, ободочек. Вот теперь волосы. Миша нас impossible нафиг. В общем, держится балдок примерно, только на резинке, я вообще не представляю, его невозможно одеть без резинки, будет что попало. В общем, Элизабет теперь немного по-другому выглядит, и мне кажется, она очень милая в таком образе, и Кэти тоже выглядит классно, на самом деле, если не приглядываться, то, что она кривенькая, не видно, но если приглядеться, то ужасаешься. Я не перепутал ее ботинки со Скарой, я их раздевал, причем платье Элизабет не размотав пояс, невозможно снять, поэтому мне пришлось мочить его вместе с куклой, и в общем, я говорю, не перепутал обувь, потому что она все-таки отличается, как я описывал, от обуви Скары, и в общем-то, вот теперь я, наверное, могу закончить и пофотать их еще чуть-чуть для ближнего ознакомления. И на этом точно пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok